Саламу алейкум, Достар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггиряута, это реакция на сериал P32, финальная серия. Это было замечательное время, мне очень нравилось смотреть этот сериал, смотреть и читать ваши комментарии после просмотра серии, вы здорово поддерживали. И вообще это первый прям такой мощный сериал, вот Салим Сошел Медиа и остальных студий, типа Рокет, по-моему, что-то такое. И все, конечно, благодаря сценарию, автору идей, режиссеру и вообще всей команде абсолютно была проделана огромная работа. Вы все уже знаете все это, что просматривались все дела, которые были, и этот сериал частично был основан на реальных событиях. Помимо всего этого, на идее, там, и сценария, также очень круто себя показали актеры. Вот я не помню даже докапывался ли я до кого-нибудь, возможно, там как-то по мелочи, но в основном здесь просто супер, какая крутая игра актеров. И это же, опять же, благодаря кастинг-директору. Ну вот подбор актеров просто идеальный. Короче, я не знаю, тут все очень круто. И виды крутые показаны Казахстана, и сама история, и музыка, атмосфера вот эта вся в сериале, все очень круто. Это первый за, я не знаю, за несколько лет прям мощный. Я не знаю, конечно, было ли до этого что-то еще такое крутое, но вот все, что я смотрел, для меня вот сейчас 5.32, это прям самый топовый сериал, и после уже идет у меня Саке. Раньше у меня Саке был на первой строчке, потому что первый сезон был очень крутой, и второй что-то, ну тоже как бы интригующий, но этот, по сравнению с 5.32, конечно, да, он спустился. Я думаю, я не тоже не против. Вот. Финал. Даже как-то печально прощаться с этим сериалом. Я очень надеюсь, что они все-таки решат, может, думали, я не знаю, да, по-любому. То есть, если какой-нибудь сериал выстреливает, то там уже сразу могут прийти с студии и сказать, ну что, типа, давайте делать второй сезон, ну что-то типа того. И было бы круто, было бы круто, конечно, увидеть второй сезон. Правда, там уже не будет, получается, Шалкара, ну потому что он вообще не следователь. И мы могли бы наблюдать за тем другим следователем. Либо, я не знаю, что еще, спин-офф какой-нибудь. Но очень хотелось бы, конечно, что-нибудь увидеть. Не знаю. Давайте смотреть в конце. Обсудим. Смотрю сериал. Я прошел по ссылке, там, на какое-то приложение меня пуляет. Я тут там все оформил, телефон, не телефон. И ничего нету там. С компьютера, может, не видно, я не знаю. Но серию я там не нашел. Я нашел эту серию в телеграм-канале. Поэтому смотрим запись в телеграм-канале. Печальная концовка была. Ну, я примерно так и предполагал, что, ну, где-то ближе к концу мы попрощаемся с его женой. Вообще, очень, конечно, печальная судьба у Шалкара. И друга потерял, и жену, и работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Чем не накоришься? Кроме меня, еще кому-то помогаете? Ну, да. У меня четверо больных. Вот как нас называете больные. Простите, Ага, пожалуйста, я не хотела вас обидеть. Не извиняйся. Все нормально. Просто я всегда думаю, что я получил рак не как полезен, а как наказание. Ой, не говорите ерунду. Очень наказание. Ой, уходило бы быстрее. Ага, сейчас. Блин, а. Вот даже будучи старым в таком состоянии все равно... Шалкар! Шалкар! Просыпаемся. Ехать надо. Погром. Смотри, что учинил. С看бой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как интересно, они его найдут. Сейчас поставим укольчик. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И будете как огурчик? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, как я убил первого человека? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Неслышно, что вы там говорите? Хоть бы она отреагировала, а? Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что вы делаете? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это вообще какой-то реально больный глядый. КОНЕЦ Так, ну это палевно было, что он ее убил. Она же крышлана повысила. Хотя... Ее нуждал там что-то. Нормальные силы-то есть. Подними-ка так человека. КОНЕЦ Алло, сервис, уборка дома. Да, дом небольшой. Надо полы протереть. Да, ну это, банк с вареньем разбил. Ты, в смысле, людей убиваешь, значит, таскаешь трупы, а тряпку швабру взять не можешь? Да, господин начальник, можно? Ну, ассалума великум шеке. Как ты? Присаживайтесь. Ничего себе. Не верится, что они доехали все-таки. А то, я смотрю, совсем не постарел такой же красавец. Зато ты пиздец постарел. Давай не будем друг другу в жопу влезть. Сразу к делу. Хорошо. К делу так к делу. Ты же в курсе, что тут творится? Да. Амир мне все объяснил. Ну, что будем делать? Может, ты допросишь подозреваемого, которого Амир задержал? Ну, это не он. Стопудовый. Я тоже так считаю. Ну, вся проблема в том, что после его задержания в городе больше трупов не было. Тем более, задержанный сам недавно во всем сознался. Это ты их убивал? Да. Да, это я. Да нет же. Как ты их убивал? Ну, я их угрожал ножом, потом связывал и убивал. Сколько раз ты их бил ножом? Ну, по-разному. Два. Потом три. Ты что, дурачок, блядь? Их сначала убивали, потом связывали. Это почта как этого долбоеба. А на живых ранениях было не два и не три. А от десяти до двадцати. Если бы ты убивал людей, сука, ты бы запомнил на всю жизнь каждый миллиметр, каждый сантиметр, блядь, этого тела. Ну, и видно же, что запуганный какой-то. Что тебе дадут пожизненно. А вот пожизненно, ага, ну, всех жил, говорят, ты вайтову, блядь. Чего молзанда? Конечно. Он под прессом. Чем угодно признается. Ага, ну, просто челдан карсиктовал. Ага, ну, просто челдан карсиктовал. Да, ага, ну, не маузанга. Ты что, долбоеб, что ли? Ты нахера его прессовал? Еще раз так сделаешь, я сам посажу, понял? Придурки. Ага... Придурки. Не доволен, плядь, не молодо. Ух, блин. Ух, блин. Полин. Вместе с вами тазелама не нужно, да? Да, но пополны. Ух, блин. А там труппешники, да? А, нет. Ну, отбилось бы как-нибудь, он же старый. Смотри, вот, вот, и вот, места, где были найдены первые трупы. А вот здесь, где последние, думаешь, замерзали? Заметает след? Не след, он заметает. С ним что-то происходит. У него рак. Он либо очень стар, либо ему трудно передвигаться, либо он больной псих, блядь. Да не, он не больной. Он болен. Он болен, но продолжает убивать. Слабые удары. Меньше передвижений. Так, все поликлиники и больницы. Кто старше 50, всех на контроле. Есть. Ну что? Попался, сучоныш. Теперь ты хуй уйдешь. Арастанга, салам алейкум. Вам, случайно, наша медсестра Гульмира из Милы не приезжала? Да, она приходила. Просто ее муж звонит, говорит, что она поехала в ваш район к пациенту. А кроме вас, в вашем районе пациентов нет. Поставила капельницу и ушла. Анталат Романович, вы можете ко мне сейчас приехать. Я до завтра не доживу. Пожалуйста. Буквально на пять минут. Хорошо, я тогда по дороге домой к вам заеду. Хорошо. Что? Что, комбо решил собрать, что ли? Или что? Напоследок-то. Че? Как работа? Есть какие-нибудь продвижения? Майор, я вообще не изменился. Я с январик. Надеюсь, что с Ростовеца в мир поехал пробить кое-чем. Че? Думаешь, все-таки подражатель? Сомнений нет. Твою мать. 25 лет молчал и сейчас объявился. Вот че ему надо, сука? Халкар хочет встретить. Ну, 25 лет. Шеке. Ты че, до сих пор на меня назвишь, что ли? Для меня? Для его прошлого. Нет, подожди. У тебя че, ко мне какие-то сомнения есть? Это я перед бастыхом всегда за тебя жопу рвал. Если ты забыл, если у тебя с памятью проблемы, то твой висяк я взял на себя. Ты сам виноват, что тебя с работы уволили. Он же сам... В запой ушел. Дизелить стал. Мы тебе помогали, чем могли. И заметь, не мы от тебя отвернулись, а ты от нас. Так что не надо на меня обижаться. Он вообще ничего не говорил. Ладно, Мара, все нормально. Блин. Блядь, ну какой ты непробивной, сука. Значит, он в первой силе... Доктор, я 25 лет никого не убивал. Иногда Тоже мертвый. Ехал переполненным людьми автобусе и хотел сорваться. Взять нож и стек покромсать. Но я... Но я... Я тупой. Я умею управлять своими желаниями. вот когда вы сказали мне, что у меня рак, я стал убивать. и мне так хорошо стало. Ирония в том, что я много раз бью смерть. А теперь сам жду ее. Но у нет, 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 нет. Я очень хочу, чтобы Шалкар успел все-таки к нему и сам. Есть информация. Пока я пробивал пациентов во всех онкологических центрах, я отнулся на очень интересную информацию. Сегодня ранее медсестра выехала на вызов к одному тяжелобольному, который подходит по всем параметрам. Так вот, она не вернулась домой. Выезжайте. Я вот что думаю, или шефу доложить, или наших бойцов туда отправить. А, что думаешь? Шалкар? Шалкар? А? Я говорю, или шефу доложить, или бойцов отправить. Да нет. Нет, ты опять торопишься. Нашего подражателя чуйка животного. Отряд пошлешь, он сбежит. Может, лучше сами? На пару. Сгоняем. И проверим все технично. Вдвоем? Думаешь? Бля, я уже обжегся один раз. И потом. Ну, не факт же, что это он. Погнали. 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 Как бы я не лишил того работу. Рахмед. Рахмед. Спасибо вам за то, что я умираю не в одиночестве. Тришки. Ули Deliciousель. Рахмед. Рахмед. Ноии ут construction не было дост him. На отдельную квартиру попадает мне в холодильнице. Ее какие единицы? На непrobитель! Перехjat верхнее время. Подписывайтесь на меня. Подписывайтесь на свой план. Вот его дом. Че? Как будем действовать? Бегите уже. Выпадай. Под видом. Мужа пропавшей медсестры. Заходишь к нему. Как только он выйдет на контакт, на ум всего вытянешь и мы его повяжем. Все хорошо, понял? Мордочкой, стул, мы их наручники. Подай. Ты че иглынулся? Пристегивайся. Ну, ладно. Терять нечего. Че, конечно, не... Мог бы спокойно пожелать. Ты же понимаешь, что это твою семью не вернет? Ебало, завали. Сука, я знал, что какая-то жопа произойдет. Шалкар, не делай этого. Шалкар! Ух, трясет прям всего. Шалкар, стой, давай пообщайся. Не делай этого, Шалкар! Сука! Сука! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не надо Ну вообще вот это неожиданно было То есть нет, у меня были мысли конечно Конечно Мысли Саждаем Как Взбив Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ко всем маньякам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот нельзя было нормально Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо закончить Хорошо это я про просто то что не было бы никакого самоубийства И все же финал хорош Тоже я как-то предполагал что может быть такое что они приедут как раз к его смерти Так получилось Что очень печально Но тот все таки узнал его увидел Ну ладно вот дойдемся наверное до туда Короче старик наш решил комбы собрать Поубивать еще людей И причем вот днем он вообще спокойно ходил Таскал трупы А ночью прям все уже ему прям очень плохо стало Так Марат конечно вообще изменился Мне казалось он будет Ну он прям Такой серьезный стал Типа что-то все таки он Больше его походу волновала Та история Но я вот эту историю тоже не понял Если честно Типа Там же какой был замутан в начале Ну в первой серии сказал Что за меня ничего не заступилось И так далее Но после он с ним еще работал ведь То есть они еще контачили Общались И нормально попрощались они Все О какой обиде идет речь Когда второй раз Шалкар уже собственноручно написал заявление об увольнении Ушел его Проводили все И я вот тогда еще задумался Типа Блин а что там произойдет то И мне казалось в этой серии Может еще что-то нам покажут Но нет И вот Ну сам замут Вот насчет этой обиды Я вообще даже не понимаю Ну вот сейчас Зачем это Нужна была обида Чтобы типа Тот не согласился Ну какой-то конфликт был В первой серии Что показать то Что тот не хочет с ними Никак сотрудничать Я не понимаю Ну забухал он Тот ничего не сказал Все Потом он вернулся На помощь ему И потом Ушел По собственному желанию О какой обиде Идет речь Очень странно Короче Вообще Ненужная фигня Так Супер Догадка Насчет того То что у нас Маньяк Так Какая-то больной Ему тяжело Передвигаться Но За дело Взял шалкар Тут без этого никак По-любому Он должен был догадаться Так Когда Этот маньяк Позвал Врача Я подумал Может он от всех Свидетелей Типа И кто о нем знает Хотел избавиться Но тут он На самом деле Реально понимал Что все Уже ему деваться Некуда Он по-любому Умрет Поэтому Будь он здоров Он бы так Конечно Не поступил Он бы с улицы Зацепил Кого-нибудь И этот Грохнул бы Дома Когда этого делал Вот А так как Знал то Что все Уже деваться Некуда Что он Сейчас умрет Ну вот так Вот спокойно Вызывал К себе Людей И их Убивал И классно То что все Такие Карточка Арастана Попалась Но блин Как поздно Все таки Если бы Чуть-чуть Раньше Приехали Не останавливаясь Так Насчет концовки То что он Его Прицепил Тоже Было Предположение У меня Вообще Изначально Когда он Только увидел Эту карточку Я думал Он сейчас Сам туда Сорвется Чисто Воднюху Вот Но Потом Было Также Предположение То что Он Его Сейчас Сам Прикрепит К Рулю Но Этот Ну как бы Так и Получилось Просто Это Было бы Дольше Если бы Он Одной Рукой Если бы Тот Просто Не Сопротивлялся Так И Все Я конечно Боялся То что Он Сделает Выстрел Его Убьет Типа Ну мне Уже На тот момент Не хотелось Я просто Думал Сейчас Будет Какой-то Диалог Что Он Что-то Скажет Но тот Просто Увидел И Мне кажется Вот Опять же Додумываешь Просто Все Это Дело Если Вспоминать Предыдущую Серию То Там Его Жена Говорил Типа Перед смертью Ты Вспомнишь Еще Обо Мне И Вот Это Напоминание Видишь Алкара И Он Наверное Его Узнал Потому Что Видите У Него Взгляд Такой Был Ну Хотя Любого Человека Ты Так Встречишь С Пистолетом Но Нет Нет Хотя Фиг знает Как будто Он Просто Умер Хотя Б Сказал Б Ты Вот Что-нибудь Такое Уже Было Бы Понятнее А так Просто Человек Умер Все И Единственное Чего Вот Неправильно Все Таки Сделал Вот Вышел Бы И Все Ну Как Нибудь Закончилось Бы Это Показали Бы Уже Следующий День Что Его Там Наградили И так Дальше Ну Чего Нибудь Такое Очень Глупый Поступок От Шалкара И Это Неправильный Поступок Конечно Потому Что Как Вы Знаете Самоубийство Это Плохо И У меня Изначально Вопрос Был Когда Появилась Сцена Это Где Степь И Он Увидел Там Всех Близких И Я Думал Так Стоп Он Ведь Неправильно Поступил Он Не Должен Быть Рядом С Ними Вот Еще Что Можно Отметить То Что Они Все В Белом А Он В Черном И Они Шли Когда За Руки Я Думал Блин Ну Что То Какая Несостыковочка И Потом Уже Ему Сказали Вот Когда Ты В ту Сторон И Я Так Да Все Верно Очень Печально И Печально То Что Они Все Это Время В степи Какой Гуляли Столько Времени 25 Лет Считай Просто Гуляют В степи Какой То Все Дойти Куда То Не Могут Ну А То Что Увидел Там Шалкар Я думаю Вы уж Тоже Поняли Ну Я Собственно Сказал Это Мне Кажется Что Вот Все Маньяки Вся Нечисть Она Вот Как Раз Так Там Стояла И Вот Это Твой Был Глупый Поступок Конечно Шалкар Вот Это Печально По Любому Будут Не Все Довольны Финалом Многих Не Устроят Я Отчасти В том Числе Но Такая Вот Задумка Была Автора Так Вот Они Захотели И Похоже У нас Нет Никакого Второго Сезона Ну Шалкара Мы Точно Не Увидим Уже Если Новое Какое-то Дело Там Новые Дела Будут Тоже Странно Блин Фиг знает Уже Даже Как-то Мне Не Хочется Что Ли Вот Молодого Шалкара Я бы Конечно Еще Посмотрел Актер Классный Но С ним Будет Скоро Сериал Вот Его Точно Будем Смотреть Как Вам Финал Пишите В комментариях Ставьте Лайк Этому Видео Подписывайтесь На Канал Если Не Подписаны Спасибо За Внимание Всем Пока Пишите Пишите Субтитры сделал DimaTorzok